доброго утра я очень рада вас приветствовать на нашем очередном лекции на вебинаре 32 из форана хочу подметить то что одна треть рамадана уже позади незаметно она очень быстро течет надеемся мы в полной степени поклонения будем его встречать и пользоваться благами этого священного месяца у нас сегодня 19 дуа по счету а это дуа дуа мусы алейхиссалям нашего одного из великих пророков мир над ним это дуа говорится когда мы просим у аллаха о красноречии также легкости в делах это дуа из суры плохо двадцатой суры с 25 я то по 28 аят и содержится звучит звучит он как рабби шрухли и судри у айасир ли амри ва хлю лукадатом мили сани я полу каули я уверена что многие знакомы с этим дуа потому что многие стазы начинают именно с него для красноречия также мусс алейхиссалям спрашивал у аллаха облегчить его дела на пути пророчества мы и вот так же можем использовать в нашей поседневной жизни без нилляхи таля а в переводе означает рабби шрухли и судри то есть господи раскрою для меня мою грудь у айасир ли амри облегчи мою миссию у ахлю лукадатом мили сани развяжи узел на моем языке я в каву каули чтобы они могли понять мою речь эльмир кулиев именно таким образом и переводит эти строки и бен кассир сказал что господи раскрой мне грудь под этим что подразумевается что мусс алейхиссалям попросил у своего господа всемогущего чтобы он раскрыл ему грудь в этой миссии в миссии пророчества в нашем случае это может быть миссия преподавательская миссия ученическая да и так далее то есть в той миссии в котором мы делаем какое-то дело какую-то работу ведь он повелел ему совершить великое дело и поручил тяжелую задачу он послал его к самому великому царю на земле на тот момент самому деспотичному и сильнейшему своем неверии самой многочисленной армии сам к самому долгожителю из царей и самому беспредельному и жестокому мы знаем да кто это это был фараон один из ярых царей который причинял вред народу дошло до того что он заявил своим подданным что он не знает для них никакого божества кроме него самого мусс алейхиссалям с раннего детства обитал в покоях фараона и мы это знаем из истории когда фараон приказал убить всех мальчиков которые проживали у его правления то мама мусс алейхиссалям положила его в корзину и пустила воду как раз таки там поймала другой стороне асия жена фараона которая спасла мусс алейхиссалям то есть получается в итоге малыш был спасен и в итоге когда он вырос оказался одним из пророков как бы он стал врагом фараону который проживал в его же доме затем он убил человека из подданных фараона и из страха что его убьют сбежал и все это время он был в бегах пока его господь не направил его увещевателем к ним призывающим поклоняться одному аллаху то есть призывал уже к единобожию и что нету аллаха сотоварищей и поэтому мусс алейхиссалям попросил облегчим не дело то есть я не смогу выполнить эту задачу если ты не окажешь мне помощь и поддержку также развяжи узел в моем языке дабы они поняли мою речь это по причине его шепелявости то есть мусс алейхиссалям шепелявил при разговоре как-то в детстве ему предложили выбрать финик или уголек и он выбрал уголек и положил его на язык мусс алейхиссалям не просил у аллаха полного исселения а лишь то что было бы достаточным в его миссии если он попросил бы полного исселения аллах дал бы его ему ибо пророки просят лишь по мере необходимости и поэтому у него остались последствия косна и косна язычности то есть косна язычность это тот человек у кого язык коснет нас потыкая за икаясь либо произносит слова с трудом неясно невольно переиначивая некоторые звуки но за и к спатыка иногда и гугнивый эльмир кулиев толкуя этот аят а мы знаем и видим что в этом дуа двадцать пятый двадцать седьмой двадцать пятый двадцать шестой двадцать седьмой и двадцать восьмой четыре аята содержатся и в четвертом как раз таки он говорит чтобы они могли понять мою речь то есть по мнению многих толкователей муса алиссалям испытывал трудности при разговоре и собеседники почти не понимали его речи и всевышний аллах сказал его устами мой брат гарун более красноречив чем я красноречив более красноречив чем я то есть это сказано двадцать восьмой суре тридцать четвертом аяте муса алиссалям попросил господа избавить его от пут которые сковывали его язык чтобы его речи обращение разъяснения приносили людям как можно больше пользы когда его речь вот такая была немножко с изъяном и его миссия была очень тяжелая призвать народ к единобожию именно в таком правлении фирауна мусс алиссалям попросил помощью аллаха и попросил помочь и его брата этой миссии и аллах внял его мольбе и действительно аллах даровал пророчество и гаруну его брату пророчество они вместе проходили через эти испытания давайте же мы с вами шала тогда заучим вот кто не заучил как раз сейчас повод заучить и использовать это дуа во благо внимание раб биш рах ли садри ва яссир ли амри вахлул вакадатам мин лисани яфгаву каули раб биш рах ли садри ва яссир ли амри вахлул вакадатам мин лисани яфгаву каули раб биш рах ли садри ва яссир ли амри вахлул вакадатам мин лисани яфгаву каули раб биш рах ли садри ва яссир ли амри вахлул вакадатам мин лисани яфгаву каули раб биш рах ли садри ва яссир ли амри вахлул вакадатам мин лисани яфгаву каули раб биш рах ли садри ва яссир ли амри вахлул вакадатам мин лисани яфгаву каули развяжи узел на моем языке, чтобы они могли понять мою речь. Пусть Аллах, сфуанталия, дарует нам красноречие и облегчит наши дела на его пути. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!